итак всем привет сегодня появилось желание пообщаться по поводу ремонта и тюнинга сабвуферов сразу говорю ремонтирую вообще что-то делаю первый раз так что все что я скажу это лично мое мнение моя политика итак у нас имеется сгоревший у меня два года назад сабвуфер fx30 ганнибал от фирмы эльфард так данный сабвуфер имеет у нас это в стоке стоке он имеет нас спиненный подвес пластиковый колпак как назвать уплотнительное кольцо уплотнительное кольцо которое имеет две шайбы одна шайба снизу другая посередине прижата кольцом далее имеет подводящий примерно 22 с половиной миллиметра режимные терминалы что очень удобно и подводящий кстати в стоковом стоке не вшиты сожалению катушка 3 дюйма намотка примерно не примерно 55 миллиметров катушка высотой 100 миллиметров магнитная система у нас 50 миллиметров это два ферритовых кольца так и катушка 3 дюйма я сказал не сказал на принципе все мощность него мощность у него по моему 900 ватт катушки бывают 4 плюс 4 и 2 плюс 2 данная версия было 2 плюс 2 и так и останется 2 плюс 2 так что тут я пытаюсь доработать но вернее просто отреконить заодно и доработать во первых все подводящие 3 миллиметра взял у нас получается знаю видно будет не видно это лента для сбора олова она в принципе медная неуженая правда просто медная плетеночка такая гнется вообще без проблем но желательно конечно купить специальные подводящие которые для этого предназначены смерть этого сабвуфера это у нас оторвалась подводящая замкнула на вторую подводящую сгорела катушка и сгорел усилитель вот так вот бывает так будем использовать заказывал я две мирами миромидные шайбы мне положили одну в подарок кстати все заказывал на диффузор спб плюс плюс в том что у них сразу можно можно заказать катушку можно заказать шайбы колпаки подвесы клей сейчас про клей поговорю клей у них есть в принципе все что нужно для сборки намотки каркасы у них все это есть катушки уже сборе единственное что вам нужно сдать при покупке звуковой катушки то есть когда вы разберете сабвуфер разбирать сабвуфер я советую либо 646 растворителем ну с хорошим с мощным растворителем но я использовал 646 на данной версии на данном сабвуфере а еще один сабвуфер я разбирал я использовал чисто фен плюс фена в том что у нас не остается следов клея здесь после разборки и вообще сам диффузор более хорошем состоянии остается нету никаких надрывов подрывов вот как например вот здесь аквапак отрывал здесь такие заусеницы остались как бы это не особо влияет но все равно внешний вид и также при попадании растворителем один на диффузор могут остаться пятна так что если отклеивать это отклеивать и только по кругу если будет потом какой-нибудь сабвуфер то обязательно покажу как разбирать так растворителем разбираем проливаем то место место склеивания а если разбираем феном обязательно строительным домашним феном по любому не получится то нагреваем заднюю часть ни в коем случае не нагреваем подвес и не нагреваем саму шагу потому что можем спалить и шагу и подвес нагреваем нижнюю часть корзины чтобы клей постепенно отходил и потихоньку его отрываем то есть он отходит хорошо без каких-то следов но давайте по тюнингу по тюнингу во первых получается так что у меня теперь здесь не две шайбы а три то есть саб станет намного жестче и четче далее чуть увеличена высота намотки вшил подводящие и выведу терморегулятор ой терморегулятор ну термоконтроль будет термоконтроль еще что по тюнингу можно сделать я получается приклеиваю просто корзине не используя кольца кольцо уже просверлил дыры в корзине и в кольце и то есть кольцо я уже прижму еще саморезами дополнительно лучше конечно болтами но неохота заморачиваться на болты вам советую сделать болты маленькие и в отверстие и уже скрутить шагу уплотнительным кольцом что-то более жесткость как знаю проблемы данного сабвуфера то что отрывает шайбу у меня не было 3 шайба он у меня как бы просто сгорел так что еще так это получается уплотнительное кольцо также можно поменять подвес на любой другой по вашему желанию на либо чтобы диффузор был больше либо что подвес был шире это уже все зависит от вас потом можно установить на сабвуфер более большие терминалы то есть вот этот терминал я не знаю 8 гейдж даже влезет если не больше вот видно не видно намного больше терминала чем штатные можно терминалу поменять обязательно вшить подводящие так что еще можно сделать высоту намотки увеличить немного но не забываем механических повреждениях при увеличении при увеличении высоты намотки так как если вы увеличите высоту намотки знаете что у вас ход подвеса и шайб будет намного больше обратите на это внимание далее если вам уж совсем нечем заняться если у вас есть еще один такой же магнит можно увеличить магнитную систему например добавив еще одну двадцать пятое кольцо у нас получится высота магнитной системы 75 миллиметров то есть и высоту намотки можно поставить 75 миллиметров но это нам придется так вставить на четыре пять шайб и ставить более большой прошитый подвес потому что не гасила поторвет про увеличение диаметра катушки нет такого если вы где-то слышали не знаю ну короче диаметр катушки никак вы не увеличите потому что потому что сам как сказать вот керн идет и магнитная система и магнитный зазор не до провод вы никаким образом не сможете увеличить данный диаметр то есть если у вас идет а также еще можно по поводу катушки еще можно уменьшить сопротивление но обращайте внимание на диаметр зазора потому что когда вы увеличите уменьшите сопротивление например сейчас 2 плюс 2 из намотку проволоки вам сделают на 1 плюс 1 то не забывайте что у вас увеличится катушка в диаметре и может не залезть в зазор это очень важно и так кем у нас делится делится у нас два с половиной дюйма 3 дюйма и 4 дюйма также у прайдов по моему есть 5 дюймов катушка то есть это получается ширина катушки больше диаметр катушки получается если у нас здесь диаметр катушки 3 дюйма это 75 сантиметров и миллиметров то где 4 дюйма это уже 99 99 миллиметров вы сюда никак не засунуть не засунете также еще есть 26 27 но это уже сейчас пошло такое время что начали делать чуть больше чтобы увеличить мощность подводящую так еще многое зависит от качества покрытия медной проволоки либо алюминиевой так как вот данная как у диффузора с пубы испытания типа она греется до 300 градусов без проблем потом только перегорают витки и воняет лаком непосредственно не лаком а эмульсионным покрытием изоляции проволоки то есть проволока намотана на катушку она у нас изоляции вы не думаете что это просто проволока каждый виток витку виток обработан специальной изоляции то есть это как провод в изоляции и никак не соприкасается с друг другом и пробивают витки либо замыкают когда изоляция у вас получается сгорает от большой температуры вас бахать катушка различные степени есть убийство катушки такие дела ну как по заявке с пубы что данные катушки держит 300 градусов не знает да нет время покажет но так самый худший наверно 100 градусов лак ну не лак покрытие ему все на далее еще кстати многое зависит от цвета катушки потому что вот когда чисто явный цвет меди это получается около 150 и чем темнее получается покрытие тем она то ли лучше не знаю в разные степени покрытия проволоки скорее всего когда она полностью темная это говорит о том что ее запекаю там еще что-то не делают что намного термоустойчивая чем например обычная желтая медь которая выглядит как желтая на обычный желтый дом около 150 градусов максималки есть 200 еще там зависимости от марки проволоки и он нас еще зависит от диаметра провода это уже не ко мне это есть калькуляторы подсчитывать индукцию там так далее что еще сказать внутренний диаметр если у вас указано что катушка например 3 дюйма то внутренний диаметр вам не важно вам важен внешний диаметр катушки намотки по изоляции ну то есть внешне вообще полностью диаметр вот как он есть вот этот зазор на померить максимально допустимую что влезет на не на притык делать и уже по этим параметрам выбирать себе катушку и умностью принципе все ну давайте клеющий перейдем покрыли хочу сказать что вот такой как он называется интер бунт интер бунт это клей компании диффузор не знаю их них ну именно их них производства но это короче это обычный супер клей как я понял ну может чуть-чуть там доработан как-то это отвердитель очень схож на сальвент ну пахнет как сальвент и в чем прикол что оставлял на ночь данный клей он вообще не то есть это супер клей ну как схож на супер клей пахнет точно так же склеивает точно так же кристаллизуется покажу сейчас так видно не видно вот он клей можете посмотреть зайти на канал комплектующий для динамиков и там не есть несколько видео как он собирается буфер и принципе все объясняет также есть у него по намотке катушек видео недавние тест их них катушек где до 300 градусов они их разогревают так и также идею у них я увидел что можно поставить термоконтроль ну там они термоконтроль ставят только для того чтобы вот как замерять катушку какая температура при сгорании изоляции а я решил принципе на сам это поставить посмотрим что получится и так вот клей там прошло уже секунд 20-30 так склеиваем две части ну давайте ждем прошло 20 секунд наш клей никак не склеился так что делаем дальше смотрите снова наливаем клей с обратной стороны прескал и прижимаю раз два три 4 5 ну короче немножко не склеилось раз два три 4 5 все склеилось идеально при попадании на него ускорителя то есть объясню сейчас что вот когда например шаг уклеил к звуковой катушки наносишь клей прескаешь и он прямо при тебе кристаллизуют вот клей засух стал как можно сказать пластик ну такой клей короче далее для сборки сабвуфера самое важное но одно из важных это от центровать катушку то есть чтоб не было никаких стуков для этого нам у нас есть центрирующая шайба мы ее приклеиваем и в зазор устанавливаем плотная ну здесь короче взято две полторашки и плюс листок бумаги и получается что очень плотно катушка стоит зазоре и ровно главное волны и ровно центровать чтобы у нее не было никаких смещений при ходе потому что если будет смещаться будет либо проволока царапаться от зазор либо каркас еще хотел заметить кстати что также многое зависит от того чем намутана катушка то есть это может быть медь может быть алюминий может быть плоская медь может быть плоский алюминий плоскую это у нас по моему если не ошибаюсь точно не знаю для увеличения наверное высоты по меди либо по алюминию там зависимости от того для чего он нужен сабвуфер если для соревнований то как я понимаю нужно максимально облегчить нашу подвижную систему поэтому облегчается катушка наматывается алюминием каркас может меньше делается но легче потом еще на делается колпак карбоновый диффузор ставят карбоновый в принципе вроде все много факторов влияющие на соревнования это облегчение подвижной системы медь в основном наверное используется все-таки в повседневах можно можете забить чем лучше медь от алюминия на звуковых катушках там есть форумы споры там кто что пишет кто-то пишет алюминий лучше рассеивать тепло кто-то пишет медь по-моему я читал что медь лучше рассеивать тепло чем алюминий так и вот делаем наш зазор вставляем катушку в зазор катушка туго ходила потом намазываем клеем и склеиваем потом будем склеивать подвес припаивать выводы в принципе все и саб собран единственное что подготовка к этому всему долгая во первых вшить подводящий не очень просто долго это все занимает время далее обязательно очистить зазор как только очистили зазор заклейте его если будете сверлить дырки тем более заклейте вся эта стружка она сразу магнитной системе прилить не тот же корзина алюминиевая или дюраль алюминиевая дюраль алюминиевая скорее всего также не забывайте очищали от старого клея обезжиривать это для подвеса для шайбы все должно быть четко клея тоже лучше не жалеть скорее всего но лучше не жалеть клеем но и много этого клея не надо тоже так сейчас я быстро все проклею и вернемся наверно плохо что камера садится так ну что суть проливаю клей прижимаем рыска ускорителем не ускорителем вернее отвердителем далее устанавливаю диффузор просверливаю дыры под подводящие потом подводящие припаивают проводам припаиваю клеммником вывожу здесь также я сделал дырки уплотнительном кольце до диффузора уплотнительное кольцо я при прикручу на саморезы чтобы надежнее вам советую лучше на болты будет во-первых красивее а